Россия против турецких амбиций, Затулин объяснил, почему армянам не стоит торопить события столкновения между воскресенье Армении и Азербайджана на высоте Цейцарнакар в Сюнике, помимо прочего, подхлестнули очередную волну критики в адрес Москвы. Некоторые представители правящей партии, а также ряд полумаргинальных сил поспешили обвинить Россию в отказе прийти на помощь союзнику. При внимательном изучении ситуации, рассмотрении ее в более широком контексте, однако, вырисовывается не столь однозначная картина. По мнению зампредседателя Комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России, руководителя Института стран СНГ Константина Затулина, российская политика на Южном Кавказе слишком сложная, чтобы все сводить к требованиям об однозначной поддержке Армении, как то делает Турция в отношении Азербайджана. Да, Россия должна была найти в себе силы и по возможности не допустить 44-дневную войну, еще в 2011 году, после встречи лидеров Армении, России и Азербайджана в Казани стало ясно, что Баку хочет не просто разрешение конфликта, а военного реванша. Тогда согласованный текст договора был сорван по инициативе Азербайджана. Было очевидно, что азербайджанской стороне нужно не только взять реванш, но и удовлетворить турецкие амбиции. Туркам был нужен повод появиться в регионе. Именно поэтому Москва должна была не допустить масштабных столкновений, сказал политик в интервью «Спутник Армения». Он считает проблемой России то, что в этой истории появились новые факторы, прежде всего турецкий, Турция заявляет, что во всем и всегда поддерживает Азербайджан, не разбираясь кто прав, кто виноват. Но Россия таких заявлений не делает, потому что хотела бы сохранить качество посредника. В этом смысле просьбы и требования армянских коллег Затулин воспринимает весьма неоднозначно. Для него непонятно поведение некоторых представителей политического сообщества Армении, которые не требуют ничего от себя, требуют от России. Но если бы Россия заявила о безусловной поддержке Армении, по аналогии с турецкой позицией, то утратила бы качество посредника. В то время как именно благодаря нынешней позиции Москвы она сумела воспрепятствовать появлению турецких миротворцев в Карабахе, считает депутат. Путин проявил волю и доказал, что никогда армянская сторона не будет рассматривать турецких военнослужащих как миротворцев в регионе. Она никогда не будет рассматривать в качестве миротворцев посланцев той страны, которая не признает геноцид армян в Османской империи и агрессивно выступает против любых решений по этому вопросу, — сказал Затулин. Говоря о столкновениях на границе, Затулин заявил, что безусловным виновником стычек является Баку. Он действует в логике победившей стороны, которая спешит закрепить свой успех. Основная задача — вынудить Армению подписать соглашение о делимитации границ и отказаться от любых обсуждений статуса Нагорного Карабаха. В связи с этим у Затулина вопрос к переговорщикам, можно ли подписать договор о границах, но сделать специально заявление о том, что это не относится к вопросу статуса. Депутат лично считает, что позиция России такова. Азербайджан считает, что договор о границах снимает всякие вопросы Нагорном Карабахе. Возвращаясь к фактору Турции, депутат отмечает, что Россия пытается, насколько это возможно, сохранить более или менее партнерские отношения с ней, учитывая целый ряд факторов, и конфронта ЦИЮ с Западом, и стремление не допустить нового конфликта у своих границ. Но Москва отлично понимает, что амбиции Анкары никуда не делись, имеет место столкновение интересов на Кавказе, по Крыму в Средней Азии. Весь вопрос в том, когда и в каких условиях произойдет выяснение отношений. Наши уважаемые армянские друзья торопят события и на следующий день после военного поражения, еще не оправившись, не разобравшись внутри себя, требуют от нас немедленно вступить в конфронт ЦИЮ с Азербайджаном на стороне Армении, сказал он. Россия как посредник не может официально выступать против нормализации армяно-азербайджанских отношений. Но должна быть проведена четкая линия, согласно которой подписание документа, это не синоним снятия с повестки вопроса статуса Карабаха. Эти вопросы должны быть отделены, Азербайджан это все пакетирует, но Москва и Ереван должны быть заинтересованы в том, чтобы этот пакет развязать. В то же время политик считает не столь разумными некоторые разговоры в Армении в духе того, что Россия не союзник, и что при необходимости можно найти других. Как правило в таких случаях в качестве альтернативного союзника указывают Францию. Но чтобы понять цену таким рассуждениям, достаточно вспомнить странную войну. Франция вместе с Англией пытались помочь Польше во Вторую мировую войну, чем это закончилось для Польши, всем известно. И что делали в Париже, когда добивали Польшу. Это называлась странная война, об этом помнит все, говорит он. Именно поэтому чем раньше в Армении поймут, что других вариантов исторически нет. Кроме как полагаться на Россию, тем лучше.